ну вот выпустил видите они втроем ходят спокойно лиска и 2 гусыни очень даже хорошо ходит купаются кушают что-то пока я не выпущу ульриха ульрих вчера даже огреб у меня немножко он я когда загонял гусынь они вот в этой тепличке были все втроем лиска с краешку сидела ну как обычно швейцар у входа и совка с ульрихом там внутри но я думаю чтоб гусыньки не пугались я их закрою взял вот эту дверцу закрыл вот пошел вот где дядя миша на участок за гусынями и слышу здесь вот прям как вихрь они вот так вот вот так вот носятся об стекла бьются я сейчас разобьются ульрих гоняет не то что гоняет вцепился в лиску в грудь ей клювом и мечты ее из стороны в сторону вот я бегом сюда ульриху за шею взял прям и держу попытался с ним поговорить я думаю у меня совсем не понял но дело в том что видите ульрих как-то неадекватно себя ведет нет с моей точки зрения может быть с гусиной точки зрения так и нужно вести так и нужно показывать но честно говоря даже не знаю вот если ульриха как бы отсадить да я попытался потом одного отсадить он орать начал что типа я тут главный чет тут устроил вот тут вот стоял около я всех всех туда прогнал ну как я загонял все отошли а ульрих испугался когда я там его за шею держал и он туда вот убежал и начал орать там что помогите хулиганы зрение лишают в общем вот так вот ну вот а вот видите сейчас они спокойно ходят сосуществуют втроем никуда на гору не залезают все нормально пока не выпущу ульриха вот давайте сегодня еще раз я вам покажу как я выпущу ульриха я им дам даже час погулять через час я выпущу так ульриха дам час погулять мы посмотрим так кошка-мышка у нас видите все столбы обтирает все столбики обтирает так жучка я сегодня жучки дал кусочки мяса она съела мяско съела немножко я и дал вот но как-то выглядит она плохо кто-то пишет что может быть чумка чумка вот так вот просто так чумка ну надо значит к ветеринару ехать если что сегодня соберусь поеду жучка к ветеринару сейчас время только 7 утра вот как они откроются напишу ему так кошмяк ты чё пришел голубям у нас жить голубям пришел играться будешь играться будет мой хорошенький ну-ка иди-ка сюда иди ох ты какой шибут но это уж кто такой шибут ну это кошмяк я им принес сюда ох кошка-мышка ну ты вообще ну ты очень шибутной да ты чё котеночек что ли ты котеночек мой хорошенький да котеночек где рыжий то рыжий отсутствует ну все кошка-мышка вам игручки у нас тут веревочка даже есть так гусы неслиска здесь я им сюда принес водицы и зерна вот сейчас буду открывать ульриха сейчас будем выводить кракена да если будем выводить кракена так жучок вон лежит жучок вон лежит ну у чумки там какие-то симптомы есть особые то есть типа с носом там что-то сопли идут не только отказ от еды вот я не вижу чтоб она сейчас поносила я сейчас хочу и дать миска свежего и посмотреть как она будет есть вот ну и если вот прям вот до обеда если прям вот что-то увижу действительно серьезно до обеда поеду конечно к ветеринару с ней вот они бандиты самые главные бандиты баламуты баламуты близко ни слова не произнесла с курочками гуляет все хорошо нет вот вышли баламуты сейчас начнут баламутить сейчас зерна вам подцеплю зерна ох ты какой общипанный гусь у нас да у них кисуль иди сюда поздоровайся с ульхом с карлом петером иди вот они красавцы наши парочка это это ульрих и совка надо было назвать их по-другому какая там бонни и клайд вот вы кто бонни клайд так ну надеюсь лиска к вам больше не будет ходить у лиски теперь новые друзья но нет ведь придет придет сейчас будет перед вами лебезить насыпал зернышек он лиска уже идет уже идет они они и блин да ближе почему-то чем новые наши друзья и только давай домой дуй быстренько домой быстренько так жучку сейчас будем расчесывать потому что в таком виде даже нельзя тебя к ветеринару отвозить давай посмотри что у тебя соплей вроде нету жучки соплей нет но очень грустненький жучок очень грузки но почухаться он всегда рад да почухаться ты всегда рада конечно всегда рад почухаться вот так да да мы хорошенький да да сейчас мы тебя расчешем сейчас сейчас расчешем и хорош сейчас так ну мы поехали жучкой в поликлинику он рыжий ли только приперся жученька вон она у нас там усаживается укладывается еще лёху повара сейчас беру у него тоже с кошкой что-то все едем к ветеринару так но мы приехали вот она наш вот она наш дружочек жученька да дочь пойдем пойдем кое-что сейчас дадим тебе ох у тебя столько процедур назначили дожить столько процедур может и поправляешься не знаю так сено купил тут надо сейчас жучки подстилку поменять вы еще угла еды просите есть рыжий голодный был да не знаю чё угреха я закрывал да ой вот смотрите с утра как встал время три часа а мне тут еще с ними сейчас воландаться нужно так жученька ты у нас самый главный пациент да тебе сейчас надо сказали водичку с ромашкой налить чтоб ты пила ее да сейчас корм купил тебе такой мягенький попробуешь поешь да в общем у жучки там вот ей капельницу делали ей антибиотик вкололи так пока никаких результатов нету что там у нее чего взяли три анализа два анализа крови в том числе на онкологию анализ мазок то есть с жопки взяли там на гельминтов на петь потому что сказали что с печенью у нее потому что желтая моча очень ярко желтая моча вот что там значит желчный пузырь как-то чуть-чуть завернут это вот мои узи делали так что там первый раз мы узи делали вот потом что у нас получается у нас получается еще воспалительные процессы есть и в мочевом пузыре и спрашивает она часто ходит в туалет и гудана по 10 раз когда гулять идем она по 10 раз ходит в туалет то есть вот воспалительный процесс в мочевом пузыре воспалительный процесс в желудке вот и лапку даже посмотрели ей лапку посмотрели сказали что это ничего страшного с лапкой то есть она функционирует ничего страшного с ней нет просто ну видимо артрит или что-то в этом роде вот видите пузико ей брили вот она какая вот мой жученька какой хорошенький лапка у тебя перемотанная потому что у тебя брали кровушку да и в жопку градусник пихали температура чуть чуть выше ну то есть если норма до 39 у нее 31 39.1 чуть чуть выше так что в принципе ну нет там еще сиська ее что-то подпухло сосочек нужно сейчас ее протирать мазать но это так уже дополнение это все ее я говорю я полностью т.о. жучки сделал чтобы как говорится быть во всем уверен анализы только завтра будут завтра опять поедем с ней на укол на капельницу ну капельница обычная там это в принципе самому можно колоть но вот капельницу у меня тут вроде нет приспособления вот ну и тем более завтра за анализами нужно съездить в любом случае завтра мы еще жучкам поедем вот так что вот так вот друзья на этом вот так вот я закончу наверное все ну а завтра расскажу уже что там как да жучки помирай слышь ты нам нужно еще да пойдем лучше разбирать пойдем разбираться ну повалять снежок видите опять снежка сколько навалило все друзья мои увидимся в будущем пока 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 не